И снова здравствуйте! С вами Злобный Павлик. И я говорю из практически утонувшего Далласа. Да, у нас тут продолжается дождь, продолжается плохая погода, по-прежнему холодно, сейчас 4 часа дня и 7 градусов всего. Вот такая вот непонятная весна, весна-зима. Ну, черт его знает, вообще должна быть уже весна, травка вроде вокруг зеленеет, но как-то холодно. Вот, поэтому по-прежнему ничего радостного не могу вам показать, потому что, ну, просто паспорта, да? И продолжаю отвечать на ваши вопросы. Ну, надо же хоть что-то, хоть что-то снять. Вот, а вопрос сегодня будет опять-таки насущный и частый. Сколько же нужно денег, чтобы прожить в США? Сложный вопрос. Можно ответить кратко? Много? Я не знаю, наверное, это самый четкий, емкий и короткий ответ. В общем-то, теперь вы все узнали и можете смотреть следует на другое видео. Вот. Ну, кому интересны подробности, подробности такие. Надо прежде всего понять, что в США основной ценностью является, как это ни странно, человеческий труд. Да, поэтому, собственно, здесь и машины заменяют людей, поэтому отсюда вывозят все производство. Да, потому что труд человека дорогой, страна дорогая. Каждый шаг в буквальном смысле стоит денег. Вот вы там позвонили кому-то, что-то спросить, там, не знаю, какого-нибудь юристу, и сказать, вот, ребята, что-то вот тут у меня тут непонятно, не могли бы вы мне разъяснить. Они вам, конечно, разъяснят обо том, как хлопнут вам счет по 150 долларов за час. И тут вы понимаете, что, черт побери, лучше бы я пошел, дурак, почитал бы что-нибудь в интернете. Вот, поэтому здесь все дорого, все дорого, что связано с человеческим трудом. И структура расходов очень сильно отличается от, ну, скажем так, от той, что я привык видеть у себя на родине. Так вот, структура расходов здесь несколько другая, и здесь, конечно, нужно просто к этому привыкнуть, да. Как я уже показывал, вещи стоят достаточно дешево, еда стоит достаточно дешево, но при этом, например, жилье стоит очень дорого. Например, комната, комната, квартира, именно квартира, не дом, на одну спальню здесь считается в спальнях, то есть, грубо говоря, там кухня-зал, это такая одна большая площадь, плюс спальня. Вот какая-то такая небольшая квартирка обойдется в среднем в 1200-1500 долларов, в зависимости от паршивости района. Если школа хорошая, то 1600-1700. Вот, то есть, если вам нужна, скажем так, если у вас есть дети, и вам нужна школа, то готовьтесь платить 1700 долларов. И это, кстати, недорого, потому что в других штатах, типа сумасшедшей Калифорнии, там, как бы, цены еще хуже, еще менее приятные. Но там все дороже, и бензин там дорогой. Вот, я говорю сейчас за Техас, да. За Техас, и, в частности, за Даллас, потому что, опять-таки, очень сильно разнятся цены от местности, да, от города. Вот, значит, вот, прикидываем, да, допустим, семейная пара, одинокая, без детей, да, одинокая, без детей. Значит, школу наплевать, могут пожить и в не очень благоприятном районе. И вот, где-то 1500 долларов обойдется квартира. Далее, электричество. Здесь все практически везде отапливается электричеством. Газ здесь мало где есть, только в достаточно дорогих районах. Поэтому, ну, считайте, электричество. Самое страшное, конечно, здесь летом, потому что жара, а дома из говна и палок построены, поэтому прогреваются быстро. Собственно, попадется вам, ну, где-то долларов 80, наверное, в месяц электричества. Вода. Ну, если вы не будете там, как дельфин, купаться постоянно в ванне, тогда, ну, еще долларов 40, наверное, 50 вода, потому что постирожки всякие, да, там, посудомоечная машина, все это воду кушает. Что еще по жилью? Ну, там еще какие-нибудь мусор, но это все копейки, там, 5-10 долларов. Ну, в итоге вам жилье будет обходиться где-то в 1800 долларов. Это только жилье, дальше еда. Ну, на двоих вы долларов там 400 будете тратить, ну, вру, наверное, ладно, можно там и поменьше, можно тратить долларов 250-300. на еду, на двоих, вот уже 2000 долларов. А плюс к этому медицинская страховка. Повезет вам, если у вас будет страховка от компании, от вашей какая-то субсидированная. Если ее не будет, то это вообще будут страшные деньги. Там субсидии от государства еще можно попробовать получить в зависимости от того, сколько вы будете зарабатывать. Но в любом случае, меньше чем 200-300 долларов в месяц у вас страховка не будет выходить. То есть, вот считайте, что уже 2-300. А страховка на машину, ну, вам нужно будет 2 машины, если один из членов семьи не будет сидеть дома, потому что здесь без машины делать нечего вообще. Страховка на машину вам обойдется ну, где-то еще 150-200 долларов в месяц. Хотя, если вы купите какую-то там, ну, совсем, скажем так, такие дрова, да, там будет страховка, конечно, дешевле, но даже по минимуму 100 долларов в месяц. Так, это у нас, значит, уже 200 долларов. Что еще? Бензин. Бензин. Много денег будет уходить, поездок здесь много будет, поэтому считайте, что еще баксов там 100 на бензин точно потратите. получаем 2 200. Да, кстати, по медицине, несмотря на то, что у вас есть страховка, все равно доплачивать придется. Поход к врачу вам будет обходиться минимум 40 долларов. Лекарства также, да, за все нужно платить. Ну, будем надеяться на хорошее здоровье и хорошо выкинем пока это. Так, что еще? Что еще? Одежда. Ну, с одеждой здесь просто, как бы сейчас, конечно, прохладно, но все равно здесь нету таких прям жестких сезонов, поскольку все-таки минусовых температур здесь практически нету, поэтому, ну, будете там тратить, я не знаю, 50 долларов в месяц на одежду, так, усредненно, да, то есть потратили сразу, купили там всего себе и считаем, что 50 долларов в месяц. Так, то есть это уже у нас сколько? Две там 250, да, получается. Ну, понятно, хочется куда-нибудь сходить, наверное, да, на это нужно тоже потратить долларов 100. А, да, вот, куда-нибудь сходить. Какой-нибудь тренажерный зал, тренажерный зал, здесь это просто ад, кругом вам какие-нибудь контракты впихнут, потом будете очень долго от них отбиваться, но не суть. Тренажерный зал вам обойдется где-то так 50-100 долларов, ну, в зависимости от крутости и удобства. вот, что еще? Что еще? Ну, наверное, все. Наверное, все из таких вот прям жестких расходов для бездетных. Если есть дети, то это просто кошмар, потому что здесь еще раз говорю, каждый шаг стоит денег, каждая спортивная школа стоит денег, причем очень приличных, поэтому, ну, ладно, про это мы как бы промолчим. Вот, значит, вот минимум, то есть минимум вам нужно будет здесь 2,5 тысячи долларов в месяц тратить только на самое-самое основное, на то, чтобы, как говорится, хоть как-то здесь жить. Ну, естественно, если вы хотите не хоть как-то здесь жить, а питаться более-менее хорошо, да, не дошираком, если вы хотите уже нормально одеваться, если вы хотите купить какую-то хорошую машину, ну, я имею в виду, что если вы покупаете дрова, понятно, там, за 3-4 тысячи долларов, то, ну, купили и забыли, да, сразу нужно просто выложить деньги, а если вы покупаете что-то хорошее, понятно, что в кредит и там каждый месяц нужно будет платить 400-600 в еду, что вы не покупаете, не планируете покупать, да, что-то ценовое с пароход, вот, поэтому там, тысяч за 40 долларов, если берется машина, то кредит где-то вам будет обходиться долларов 600 в месяц, соответственно, и страховка подрастет, потому что там нужна полная страховка, ну, цена вырастет, вот, поэтому для нормальной жизни уже нужно, скажем так, удвоить эту цифру, а если у вас дети, то там уже нужно утроить ту же самую сумму, то есть, вот и получается, что если вы хотите хорошо здесь жить, вам нужно 4-5 тысяч долларов, а тут же вы и райончик захотите поменять, да, захочется же уже так, чтобы парки были вокруг, спокойные, и чтобы поменьше было всяких стрессов вокруг, вот, а с детьми так и подавно, да, захочется жить в каком-то районе, где все, скажем так, очень тихо, где школы хорошие, вот, поэтому с детьми, с одним, с двумя детьми, это уже где-то в районе 10 тысяч долларов в месяц придется тратить на все развлечения, вот, как-то так, какие-то такие цифры, надеюсь, я ничего не забыл, да, не дай бог, конечно, попасть в больницу, потому что здесь, даже несмотря на страховку, ошкурит так, что потом будешь думать, лучше бы я помер, счета, потому что будут идти потом очень долго, это, как бы, страховка и вообще больница, медицина, здесь это отдельная какая-то, какой-то ужас, я не знаю, как с этим жить, это просто, ну, реально, реально развод на бабки, вот, ну, а так в целом жить можно, жить можно, но зарабатывать нужно дофига, вот, как-то так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, надеюсь, вам эта информация была полезной.